Сильно меняет картину, конечно, и, ну, например, вот Витя Хореняк, он, ну, я же не знал, что он ходит на руках, что он может ходить. Я на репетиции увидел, минуту перерыва, как-то гимнастику делал, пошел на руках, я говорю, о, ты можешь ходить на руках. Мы придумали эту сцену вообще всю, из-за того, что вот это каждый меняет просто потому, что он внутри идеи как-то живет, и мы его все наблюдаем, и друг друга наблюдаем. Это все очень такой процесс совместный. Я вообще не саркастически это делаю, и, да, не саркастически, я полон переживаний, слез, эмоций, ну, и юмора тоже, но я, сарказм, это, мне кажется, это не ко мне. Сарказм, это что-то ты высшее, а я настолько себя чувствую внутри, и когда горки делаю, и внутри этого кабинета Ленина, я, собственно, человек, которого уговаривает он строить коммунизм. Я тут старый специалист, которого уговаривают, ну, и так в каждом, тем более Ване Коренине, какой тут сарказм, господи. Я тут, по-моему, он даже, Толстой, я просто смотрю на него, по-моему, он даже сказал, что он и Анна Коренина, и тот, и другой. Вот я не знаю, я так, какой сарказм, это как-то я не могу одеть этот костюмчик. Конечно, это не, мне кажется, это не просто Анна Коренина, а это Анна Коренина здесь, в этом театре, на этой сцене, и в этих стенах, и в этом зале, и в этом зале. Вот мы сидели на выпуске, ну, вот, когда ты сидишь на том кресле, где сидел Станиславский Ленин Мирович Данченко, это написано, и выходишь на ту сцену, где играли там великие какие-то люди. Конечно, и хотелось именно сделать про, ну, как бы, вот, и про это место в том числе. И наполнить эту сцену не физически, вот, какими-то предметами и декорационными конструкциями, а наполнить ее смыслово. Ну, не знаю, вот, не знаю, какая-то такая была задача. Мы сделали этот пол, как действующее лицо, мне кажется, и специально такого цвета, как зал, прям в этом, пытались помыть. Да, очень скользко, ну, приспосабливались как-то, что-то... Даже хотели Кока-Колу его помыть, но не встали. Да, чтобы он прилипал немножко. Но в итоге мы приспособились, это, конечно, вот, в итоге тренировок, в смысле репетиции, это все нормализовалось, мы приспособились. Ну, вообще, конечно, это было непросто, но все возможно. И мне кажется, это очень прочный образ, когда ты встаешь на эту сцену, она скользкая, оказывается. Ну, для меня, по крайней мере, мне кажется, как вот новый актер, он приходит на эту сцену, где были исторические свершения великих людей, великих актеров, а ты никто. И ты вот сейчас, сегодня, ты приходишь, и тебе нужно как-то сыграть, как-то публику завоевать. И это все настолько скользко и настолько опасно, как по тонкому льду, что ты можешь в любую секунду просто упасть, распластаться. Может быть, уже и не встать. Или тебя засосет эта суфлерская будка, и ты уже оттуда не вылезешь никогда. И это такая судьба. Ну, вот, меня засосало, но я вылезла. Это можно фантазировать, как-то философствовать даже. Ну, на одной из репетиций как-то мы задались вопросом. Если подумать, кто такой Воронский сегодня, про Каренина, я понимаю. Это вот, может быть, кто-то из департамента, да, какой-то человек, пусть он даже, там, болеющий за свое дело и даже. Но все равно на таких людей она откладывается от печати, как определенные, это просто издержки профессии, как и любой профессии. Вот, а Воронский, мы сказали, что это, Витя сразу ответил, мне это очень понравилось, что это Стив Джобс. Это такой свободный человек, человек нового времени, который не зависит, может быть, как художник, который не зависит от каких-то материальных границ, где это понятно, что совсем от них отрываться это невозможно. Но человек, который двигает вперед, который лишает комфорта нас, предлагает что-то новое, новые мысли. И для меня, например, сцена, когда он выстраивает эту мебель, может быть, это не читается, но я каждый раз об этом думаю. Я думаю, вот Каренина, она жила вот с этой мебелью, значит, все в порядке. И он берет эти каноны, то есть эту старую мебель, он ее начинает устраивать под такими углами, она же сейчас рухнет, этот бабушкин сервис рухнет и разобьется, это же все, это будет конец. А он из этого делает что-то совершенно неприемлемое. И это свобода от каких-то канонов, это вот жизнь, это перемены, которые она не может от этого отказаться. Это ей нужно как само дыхание, но мне кажется, это знакомо каждому человеку в жизни, когда ты понимаешь, что ты как-то в рутину немного. Но иногда мы не замечаем, конечно, нас это засасывает, но вообще, мне кажется, важно чувствовать этот момент, когда нужно уже себе какой-то новый этап устраивать. И вот она почувствовала, что она переросла в саму себя, и нужно жить не так, как кто-то скажет, а так, как ее сердце. И это очень сложно, но это решится, потому что чаще всего рядом с тобой становится неудобно другим. Вообще для меня все странно, потому что я привык, все эти самые, все свои юные, молодые, даже зрелые годы, я упорно привык считать, что я вообще театр вообще не люблю. И мне это как-то неинтересно. И, кстати, я в этом театре, по-моему, не был с того момента, когда в четвертом классе «Синяя птица» с классом привыкли, я, кстати, после этого заболелся. Но это совпадение. Дело в том, что просто мы, значит, стали сотрудничать по инициативе как раз с Диминой, за что я ему очень благодарен. Стало быть, наши поэтики, наши эстетики каким-то образом оказались не то чтобы родственными, но, скажем, совместимыми. И мне это очень приятно, потому что мне Димин театр очень нравится. Мне нравится в театре все то, что не похоже на мои представления о театре, которые сложились в школьные годы. Я театр не любил по всяким причинам, в том числе и личным, потому что я в детстве был страшно смешлив. И, значит, это одна моя черта неприятная, вторая, что я непоседлив. Для меня сидение на спектакле – это вроде как лететь в самолете. Но, в общем, это страшное мучение. И когда меня, сейчас скажу, в пятом, что ли, классе, был этот самый спектакль «Овод», куда с классом привели, «Овод», где я сидел на первом ряду, и со мной случился смеховый припадок, потом в самом неподходящем месте, там, казнят или что-то такое. Меня с позором, значит, вывели из залах из театра. С тем пор я театр не люблю. И несмотря на то, что я вроде с театрами сейчас все время как-то так получается, что сотрудничаю, все равно не люблю. Я люблю отдельных режиссеров, я люблю отдельных артистов. А театр как учреждение я продолжаю не любить. Вот тот, который с вешалки начинается, окончается изгнанием, значит, с первого ряда. Но мне сейчас приятно и интересно. Значит, видимо, эстетически театр, современный театр, придвинулся к той эстетике, которую я сам исповедую. Это как бы радостно приятно. То есть никакого над собой насилия я не совершал, когда сочинял тексты для того или иного спектакля, потому что это было естественно, это вполне совпадало с эстетикой того, что было мне предложено. Ну, как-то вот так. Что вам было предложено? Что вам было предложено? Как вы к этому отнеслись? Вот если касается конкретно Анны Карениной, то Дима мне назначил встречу и сказал, что он сейчас ставит спектакль по Анне Кареновне. И я, значит, и не сочинил ли я концовку. Я говорю, в чем должна заключаться концовка? Она должна, я говорю, не хроману, концовку всех, а спектакля. Там должно быть некоторое количество вопросов. И меня это заинтересовало, потому что это вполне как бы укладывается в мои жанровые принципы. Я действительно сочинил некоторое количество вопросов. По принципу вопросов в конце раздела школьного учебника есть вопросы для закрепления материала. Я так же построил этот текст. Какие семьи похожи друг на друга. Как-то так. Там что? Опишите там, опишите кратко, что дети там, значит, хорошо ли они ухаживают за комнатными растениями. Что этот мальчик, куда он бежит, почему он не прав. В текстах, картинках, это мой материал, я всю эту эстетику очень люблю. Я как-то не очень представляю себе, что выйдет актриса, кто бы то ни было, Маша или, ну, не Тарасова, ну, не знаю, ну, лучше возьмите, что есть сейчас. И сыграет Ротану Каренину, полностью погружаясь. Это как-то несовременно. Я не знаю, по моему ощущению современности, как-то, не знаю, я почему-то представить себе не могу. Меня давно уже интересует вход в роли-выход из роли на моих глазах. То есть актер и вообще эта профессия как чудо. Фокус показываешь. Знаете, есть такие фокусники, есть такой номер, говорю, у них, они показывают фокус, а потом его объясняют. Но это ложь, на самом деле. Они его не объясняют. Они делают вид, что его объясняют. На самом деле он становится еще более запутанным, еще более странным. Вот мне это нравится, потому что, ну, как возникновение театра, это же чудо просто. Это вообще жизнь и судьба вообще. Можно было бы назвать это все не Анна Каренина, не Сережа, а жизнь и судьба. Как человека бросает, как его, ну, паровоз заменили на... Видите, там вот это вот мща, мне отмщение, я с восстануть. Это же про что? Что осторожнее, осторожнее воздастся. И за хорошее, и за плохое. Ну, можно воздастся паровозом, а можно потерей сына. А что такое потеря сына? Ведь где границы допустимого в спектакле? Только твоя душа. Больше никаких границ не должно быть. Если можно от себя тяну, там, так сказать, свою такую милую допускать, или можно Каренина сделать, фу, Воронского сделать не военным, а штатским, почему нельзя скакнуть в другую комнату, где живет такой же великий роман с жизнью Судьба Гроссмана? Такой же великий роман, как Толстого. Я уверен в этом просто. Про все, про все. И про листочки осенью, которые хрустят под ногами командующего Тантрум корпусом перед наступлением, незабываемая сцена. Я вообще не поклонник пейзажа, хотя мы сделали без Тургенева именно про пейзаж, но вот эти хрустящие листья перед смертями, 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 куда он сейчас поведет всех, это забыть невозможно. И эти лагеря, этот штрум, эта Людмила, она же сидит на кладбище, у нее не просто горе, у нее чувство вины, она его упустила, она его недолюбила, своего сына Толю, она его недолюбила, потому что у нее были отношения с мужем, и муж как бы не очень этого сына привечал, а она смирилась с этим. И у нее чувство вины, она почему не просто мать, не только это, но там есть ужасная специя, которая тянется из Анны Карениной. И вообще, все это взгляд больших художников на жизнь, на женщину, на чувство вины, на ас-воздам, вот для меня это про ас-воздам, вообще все. И когда вот что-то совершается, и потом ты получаешь какой-то ответ от жизни, иногда страшный, ты вот с такими вопросами остаешься. Почему? Почему все так? Где я ошибся? Я сколько раз, господи, и сам думал, и про других знаю, что люди занимаются тем. А где я ошибся? Где я сделал что-то не так, что это вот так ответила жизнь? Это же вот колоссальные вопросы, и они ответа абсолютно не имеют. Для меня спектакль вообще про это, а не про то, как она ушла от Каренина к Иронскому, и что там получилось. Поэтому это не в паровозе дело, а я просто изменил концовку. Я не дожидаясь до конца ушел в другую комнату, а там вообще такое, в 20 веке вообще такое. Мне кажется, вообще современное искусство занимается действительно исследованием современного языка, который профан, уже пользуясь, еще не чувствует. Не только, если еще важная функция, мне кажется, искусства, это критика. То есть критика не как критика, а как именно критика языка, это ревизия языка, это постоянная в нем работа. Я думаю, что незадача для искусства более важна, чем заниматься языком и его динамическими всякими, и даже химическими какими-то процессами. Почему Анна Каренина? Да потому что мне лично пришла мысль, как развить театральный язык на базе этого сюжета, в сочетании с Гроссманом, Рубинштейном и так далее. Это просто поводы развить театральный язык. Вот я не знаю, насколько это вас может затронуть этот ответ, но вообще он корневой.